Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь решаем задачи лид-кода и готовимся к собеседованию. Сегодня задача номер 1441 построение массива с помощью операции стека. Нам дан массив целых чисел target и целое число n. Также у нас есть пустой стек, для которого разрешены следующие операции. Push – это добавление элемента на вершину стека, и Pop – это удаление элемента с вершины стека. Также нам дан поток целых чисел в интервале от 1 до n, включая границы интервала. Используя две разрешенные операции стека, нам требуется построить числа внутри стека в том же порядке, в каком они идут в массиве target. Для этого у нас есть следующее правило. Если в потоке есть числа, то берем следующее число из потока и кладем его на вершину стека. Если стек не пустой, то берем число с вершины стека. Также в любой момент, если элементы внутри стека лежат в том же порядке, в каком и список target, то прекращаем все операции и возвращаем список тех операций, которые мы произвели. Давайте посмотрим графически, что у нас есть. Для начала вспомним, что такое стек. Стек – это такая структура данных, в которой обработка идет в таком порядке, что последний элемент, добавленный в стек, идет первый на обработку. Графически стек можно представить, как, например, стопку тарелок. То есть, каждая новая тарелка кладется сверху. Если мы хотим использовать тарелку, то мы берем ее сверху. То есть, это будет та тарелка, которая была добавлена последней. Итак, по одной. Теперь посмотрим, что у нас есть. Для начала у нас есть целевой массив. То есть, к примеру, возьмем с примера 1. То есть, нам надо построить массив 1,3. То есть, надо, чтобы 1 и 3 оказались внутри стека. Также у нас есть N равну трем. И поток целых чисел в интервале до 1 до N. То есть, 1, 2, 3. Также есть пустой стек. То есть, наша задача… То есть, у нас есть две разрешенные два правила. Это, если есть числа в стреме, то есть, 1, 2, 3. То берем очередное число. То есть, начинается с одного и далее. Если есть что-то в стеке, то есть, стек у нас будет где-то, допустим, тут. То можем вынимать элемент свершины стека. Итак, начнем. Наша задача пройтись по всем элементам стрима. То есть, например, начинаем с одного. Стек у нас пустой. Поэтому берем элемент из стрима и кладем стек. Далее переходим на второй элемент. Тут у нас есть две возможности. Мы можем положить двойку в стек. А также, так как стек не пустой, то можем взять число из стека. Но мы не будем убирать число из стека, так как единица – это одно из чисел, которое нужно в итоге получить. Поэтому выбираем положить в стек. Переходим на этап 3. Теперь у нас есть, опять же, два варианта. Либо положить 3 в стек, либо из стек убрать двойку. Мы выбираем убрать двойку, так как смотрим, что в финальном результате у нас двойки нет. Поэтому в данном случае убираем двойку. И на следующем этапе мы опять переходим к обработке тройки. И тут уже у нас, опять же, два варианта – это положить тройку в стек, либо убрать из стека однерку. Так как однерка есть в финальном результате, то добавляем тройку. И теперь мы получаем тот результат, который нам нужен в итоге. то есть 1,3. И в стеке есть 1,3. Соответственно, если мы теперь снова пройдем назад, то мы увидим, что мы вначале использовали операцию push. Мы добавили однерку. однерку. Потом для двойки мы тоже использовали push. На третьем этапе мы для двойки использовали pop, то есть мы изликли двойку. И для тройки снова использовали push, так как мы добавили ее стек. Смотрим на ответ. Да, это ровно такой, который и получился в примере номер 1. Если теперь же посмотреть на особенность данных, то видим, что мы для каждого числа есть 3-ма, притом только в том случае, пока наши числа меньше, чем последнее число в финальном результате. то есть тройка. То есть, к примеру, если у нас n было бы 4-м, а в массиве target последнее число 3, то мы четверку уже бы не рассматривали. И теперь смотрим, что мы в любом случае добавляем каждое число в стек, как минимум до последнего числа в переменный target. И для числа, которого нету в переменный target, мы сразу же после push-а используем pop. в целом, это, можно сказать, вся концепция. Давайте попробуем это сделать в коде. Что нам надо? Будем отслеживать текущий индекс target, допустим, target, назовем ее target i, по умолчанию, равен нулю. Также нам нужен результат, допустим, result. В качестве результата нам нужен, соответственно, список трок, то есть, заводим пустой список. Теперь в цикле пройдемся по всем числам нашего фонового потока. То есть, для всех чисел в интервале от 1 до n плюс 1, так как по условию задачи у нас интервал входит, а функция range не включает окончание интервала. далее, как я показывал выше, мы в любом случае добавляем push для каждого элемента. Элемент добавляется с помощью функции append, которая добавляет новый элемент в список. Теперь проверяем, если текущее число, то есть, таргет по индексу, то есть, мы для каждого числа ищем, чтобы очередное число из потока совпало с очередным числом из переменной таргет. То есть, как только число совпало, мы увеличиваем таргет на единицу. таргет отслеживать следующее число. Если же число не совпало, то есть, в противном случае, добавляем список ответа pop. притом, самое интересное, нам не нужно отслеживать состояние самого стека. То есть, фактически, для нас важно пройтись по всем элементам списка таргетов. то есть, даже здесь можем написать, что как только достигли последнего элемента в списке таргет, то есть, теперь переменная t и равна длине списка, в этом случае выходим из цикла. и достаточно вернуть наш массив в список с результатами. Давайте попробуем это выполнить, посмотрим, работают ли тесты. Тесты пройдены, отправляем результат. Решение принято, всем спасибо за внимание, до встречи завтра.